Всем приветухи, ребятухи! Энерджи на связи, бэби! Сегодня необычный день, сегодня необычный видос. Сейчас, подождите. Ой, с ума сойти. Сегодня ровно год моему ютуб-каналу. Спасибо каждому из вас, что ты меня смотришь, оставляешь лайки, комментируешь, усираешь меня, подписываешься, отписываешься, и просто чисто меня ненавидишь. Бам-бам! Мы на одной волне, помнишь? А я серьезно, я рад каждому из вас, кто меня смотрит, кто меня не любит, кто меня наоборот обожает, и кто просто чисто от меня прется. Потому что каждый человек по-своему нужен и очень полезен. Как позитивная мотивация должна быть, так и негативная. А когда очень много негатива, ну, все равно не очень. Как-никак позитивные тоже должны быть. Я, кстати, в последнее время стал замечать, что у меня почему-то стали исчезать негативные хейтеры. И больше стало позитивных людей. И это до безумия приятно, когда, знаете, поначалу человек тебя усирает, а потом он меняет свое мнение о тебе. Потом он начинает смотреть совсем по-другому на тебя. Потому что он тебя уже узнает, он с тобой находится чуть дольше. И он начинает уже позитивить. Уже что-то писать такое нормальное. Ты ему отвечаешь. Человек понимает, что серьезно, как-никак. Ну, вроде нормальный пацан. Чего его стал усирать? Он же красавчик, по сути, поделал так. Бам-бам. И ты начинаешь, знаешь, с этим человеком уже дружить. Уже какие-то общие интересы, как-никак. Он уже начинает тебя поддерживать. Поэтому, видите, поначалу не нужно реагировать на хейт. Так что, типа, он такой плохой, он такой. Ненавижу таких. Вы подождите. Просто человек вас, может, возможно, проверяет. Как ты будешь на это реагировать. Устрешь, будешь с ним опять, как говорится, начинать драться, конфликтовать и тому подобное. Или просто чисто промолчишь. Человек умный поймет, что негатив на нем не работает. Нет смысла в этом. Я просто чисто зайду с другой стороны, и я начну с ним общаться. Видать, нормальный пацан, серьезно. Просто чисто паря красавчик. Просто пряня. И ты начинаешь с этим человеком общаться. Хотелось бы, на самом деле, выразить охреневающую благодарность одному человеку, который, собственно, мне и сказал, чтобы я создавал YouTube-канал. Как вообще изначально все получилось? У нас же отключили TikTok в марте. Я, грубо говоря, как-никак, признаюсь честно, у меня была депрессия. Потому что я не знал больше, чем заниматься. Не снимать видосы для меня, это было просто жесть. Потому что, знаете, как-никак, я раньше думал, что это, типа, все эти видосы, это хрень. Могу снимать, могу не снимать. Но я понял, что я не могу не снимать. Это тупо зависимость появляется. Это, знаете, на самом деле, то самое чувство, когда люди с тебя кайфуют. Я сам просил того, как люди с меня кайфуют. Я просто, я как амбассадор. Я кайфую от того, что я людям поднимаю настроение. Я, наверное, был рожден, чтобы поднимать людям настроение. Я переверну этот мир, серьезно. У нас будет только позитив, только охреневающее добро и никакого негатива. Я думаю, я с этим справлюсь. Вы со мной? Поставьте лайк, а ставьте комментарии быстрее. Серьезно. И получается, я не снимал видосы ровно месяц. А потому что некуда было снимать. И один бро мне пишет. Говорю, слушай, давай уже в Ютубе, я тебя хочу смотреть. Говорю, уже все, ну хватит, ты что, совсем прикалываешься? Я говорю, а куда снимать? Он говорит, в Ютубе, куда? Я ему говорю, бро, да ты охренел. Я говорю, там совсем другая аудитория. Я говорю, там все совсем по-другому. Я говорю, эти короткие видосы, они не залетают. Я говорю, ты представляешь, длинные. Знаете, на самом деле, это тоже, это, блин, серьезно. Вот спасибо тому пацану. Я, конечно, Нику уже не вспомню, но он обязательно мне в ТикТоке напишет. Я думаю, он меня смотрит, поэтому, бро, если ты меня реально смотришь, напиши мне в комментариях, я не вспомню, сто процентов. И, знаете, просто чисто круто, когда человек себя кайфует, когда человек тебя поддерживает, и человек хочет дальше за тобой наблюдать. Человеку просто чисто не хватает твоей вот этой охреневающей энергетики. Просто чисто взять и разнести. Это реально круто. Ну и я, по сути, подумал, что как-никак серьезно. Где ток уже, если вернется, то не скоро. А вообще абсолютно ничего не снимать, я так тоже не могу. Но я прекрасно понимал, что как-никак здесь совсем другая аудитория. Оказалось, все одно и то же. Как люди были негативные, так ничего не поменялось. Серьезно. Поэтому я понял, что какая разница. Делаем свой канал, начинаем прогрессировать. Бам-бам. Потому что, знаете, как-никак, но я понимал, что без роликов я не могу. Я понимал, что просто чисто сидеть и ничего не делать я так тоже не могу. Потому что я человек движения. Я привык постоянно куда-то двигаться. Я привык развиваться. Я не привык стоять на месте, тупо тупить. Или становиться хейтером. Это самое страшное. Это тю-тю-тю. Не дай бог три раза. Да, бам-бам. Так вот. Я, знаете, просто чисто понял, что для меня это тоже какой-то охреневающий опыт. Это для меня что-то новое. Потому что в ТикТоке 15-секундный видос. Ты записал и все. А здесь как-никак. Ютуб, это совсем все по-другому. Понятно, что короткие видосы эти там плюс-минус когда-то залетают, когда-то не залетают. Но в основном здесь тоже нужно записывать видосы именно длинные. Нужно о чем-то говорить. И знаете, я тоже для себя открыл, что я серьезно это безумие собой горжусь. Я просто, я само себя кайфую от того, что чем я занимаюсь, как я преподношу информацию, как вообще чисто все это делаю с харизмой, с юмором, охреневающим настроением. Делюсь с людьми вот этой энергетикой. Это меня заставляет серьезно двигаться дальше. Я прусь от того, чем я занимаюсь. Я смотрел многих блогеров. Я смотрел, думал, а что я буду, что я могу снимать, что я буду рассказывать. Я же ничего не знаю. Потом посмотрел, все ничего не знают, бред несут и ничего. Но знаете, в чем моя особенность? И чем я отличаюсь от других блогеров? Берем любого футблогера. У него основной еда. Он зашел в ресторан, ему принесли эти гамбургеры, какие-то еду. Ему проще. Он просто рассказывает, что он ест. Как это, что на вкус. Другие, допустим, просто выходят в стрим. Соответственно, у них нет плана, что придумать, что рассказывать людям. Они просто вышли в стрим. И им люди комментарии пишут. Они просто тупо отвечают на комментарии, и время проходит. А когда ты просто садишься снимать видос, ты понимаешь, что тебе некого смотреть, тебе некого читать. Тебе просто чисто банально. О чем ты будешь рассказывать? Серьезно. Как-то многие. Ты снимаешь какой-то бред, а ты сядешь и тоже бред сними. Попробуй хотя бы на 10 минут хоть что-нибудь рассказать людям. Ты думаешь, что это легко? Попробуй. Я тебе уверяю, что ты свои слова заберешь обратно. И то самое чувство, когда ты садишься снимать видос, ты понимаешь, что тебе нет кого отталкиваться. Тебе нечего читать, не на что отвечать. Здесь нет никаких вопросов. Здесь абсолютно ничего нет. Здесь есть только ты и твоя камера. И то, что ты будешь рассказывать, вещать людям, зависит только от тебя. Ты не просто тупо должен сделать какой-то тупой видос, чтобы там на 10 минут растянуть какую-то тупую тему. Ты должен серьезно снять видос до такой степени, чтобы человек просто чисто сел, сдайте, сделал себе что-нибудь вкусненькое покушать, и реально посидел тебя, посмотрел с удовольствием, с позитивом. Просто чисто, чтобы человек зарядился энергетикой. Чтобы человек понимал, что ты не просто чисто там какой-то лопух, ты серьезный красавчик. Вот интересно тебя, просто чисто интересно за тобой наблюдать. Просто интересно, как ты мыслишь. Да и просто чисто банально, чтобы человек в тебя влюбился, чтобы человек просто чисто, наверное, кайфал от того, что есть такие позитивные люди, которые не снимают какой-то бред, а просто чисто снимают позитив, стараются постоянно быть на позитиве, несмотря на все трудности. И просто чисто людям, чтобы человек понимал, что ему не нужно заморачиваться. Что там, откуда, чтобы человек просто чисто не думал, как же, для чего, смысл жизни, а вот я живу, а у этого жизнь лучше, а у того еще лучше, а почему я хуже, а почему у меня ничего. Чтобы вот это он просто чисто не думал, о каких-то тупых вещах, а просто чисто жил, получал удовольствие от того, как он живет, для чего он живет, какие у него цели жизни, какие у него приоритеты. И просто чисто получал удовольствие от самого себя. Просто чисто человек влюбился в самого себя и кайфовал от самого себя. Это реально, это очень важно, я считаю, и очень нужно. Когда ты не смотришь на кого-то, а тебя интересует в этой жизни только твоя жизнь. Как, откуда, почему и где именно с тобой, а не с кем-то другим. Это очень важно, серьезно. Поэтому влюбитесь в свою жизнь, занимайтесь любимым делом, кайфуйте от того, чем вы занимаетесь, в любом случае, потому что если вы не кайфуете, ничего не пойдет. И не смотрите на кого-то, смотрите только на себя. Это охреневающе, как говорится, мотивация топить дальше. И я понял, короче, для себя, что как-никак мне стало это нравиться, у меня стало получаться. Когда один видос, там я этот, получается, самый первый запилил, я увидел, что меня люди стали смотреть. Странно, да? И я понимал, что как-никак, знаете, для меня реально тоже дополнительный опыт, дополнительная, наверное, мотивация топить дальше. Потому что когда, самое главное, что я переборол самого себя. Я бы, наверное, и без этого, бро, в любом случае, сделал бы канал, потому что как-никак, ну, я скучал по этому активу. Я до сих пор скучаю по этому активу. Я до безумия жду возвращения ТикТока. Вам, кстати, спалить, мои черновички? Что я для вас готовлю? Спалить? Людочка спалит. Я не буду палить. Серьезно. И просто чисто я готовлюсь, потому что, знаете, чисто у меня просто, вот желание просто чисто бешеное снимать, радовать людей позитивом. Я понимаю, что у меня обязательно все получится. Будет и популярность, и все. Самое главное, это не опускать руки, несмотря на все трудности, топить дальше. Поэтому давайте всех обнял, всех поднял. Мы с вами идем отмечать. Скоро увидимся. На качельку, кстати, идем или нет? А, кстати, самое интересное. А я вчера в стримы ходил. Я, кстати, знаете, вчера вышел, у нас мороз был собачий, я охренел. Я вышел в пуховике. Я думал, я кони двинул в пуховике. Люди там что-то ходят в фурболках. Плюс 3, плюс 2. Холод реально собачий. Ветер такой дул, я думал, все минус 25. Я охренел жизни. Я, прикиньте, вышел уже губы синие. Я уже опять синий джон вот так вот скрючился. Непонятно что со мной. Это реально жесть была. Я в пуховике сижу, я понимаю, что я замерз. Я на качельке бам-бам. И знаете, вчера такое прям было настроение. Вот охреневающее неземное. Я до безумия. Знаете, в последнее время я просто хочу, чтобы вернулся реально до ТикТок. Я очень скучаю по этому активу. Я скучаю по этим видосам. Я просто чисто хочу делиться с людьми этой энергетикой. Я понимаю, что здесь маленькая аудитория. Здесь что-то залетает, что-то не залетает. Я вчера, короче, просто чисто решил выйти в стрим. Просто хотелось банально. Я понимал, что актива никакого не будет, но просто чисто банально хотелось выйти, пообщаться. Было три человека, ксали, между прочим, нужно им отдать должное. Они писали не какую-то ахинею, а действительно со мной болтали. Не, ну конечно, были тупые вопросы. Я просто не отвечал. Но все равно, в основном, кстати, один парень зашел из Якутии, прикиньте. Из Якутии люди меня смотрят. А вы там, говорит, кому ты нужен? Я всем нужен. Даже если из Якутии смотрят. Ну как она здесь, может быть, мотивация останавливаться? Наоборот. Это вообще капец. А если еще кто-нибудь зайдет с Дальнего Востока? А если кто-то из Шотландии? Это вообще понеслось. Вы понимаете? У меня уже фанаты по всему миру. Поэтому мы с вами продолжаем в том же направлении. Не опускаем руки, не протягиваем ноги и не высовываем уши. Топили топим и мы будем топить. Поэтому давайте, всех обнял, всех поднял. Любил, целую. Скажу одно. Наверное, теперь я подумал как-никак. В любом случае смотрят, не смотрят. Наверное, стримы будут. Поэтому я не люблю что-то планировать. Запланировать там вот эту трансляцию. Я люблю, я человек настроения. Я захотел, я вышел. Не захотел, не вышел. Поэтому следите за мной. Следите за аккаунтом. Глядишь, вечерком вот так вот. Хренак, что-то произойдет. Поэтому давайте, всех обнял, всех поднял. Люблю, целую. Бам-бам. Вы просто реально лучшие. Вот обожаю вас. Серьезно. Вам, кстати, показать. Смотрите. Вот такие, короче, морепродукты. Ну, все, сами понимаете, нужно было отметить. Вы посмотрите. Они просто потрясающие. Здесь кальмарчики. Здесь медиа. Здесь какие-то усохшие креветки. Какая-то хрень. Бурда. Какая-то непонятная жижа. Короче, ладно, будем готовить. Давайте.